Хе-хе-хе-хе Тёмная волосака Ты че меня снимаешь уже? Нет шо Почему? Хе-хе-хе А что нужно уже? Пикс Стало коров Нагатило вновь А там нету личинок? Личинок, личинок Раз Раз, два, три, четыре, пять Штут пять шесть есть Ну короче больше пока не появилась Да, но со светлой Раз, два, три Четыре, пять, шесть, семь Восемь девять Десять Одиннадцать, две вообще О, одна прям там вообще такая клатка Дэй! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Вот это да! Так поехали 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 всем привет сегодня нам понадобится . рефрактометр и пятка шприц спирулина вал спирулина хлопушков бакорезы как бы это не смешно звучало и микроскоп у кого есть у меня китайский рублей 500 или 600 поехали смотреть в первую очередь мы проверим соленость с помощью рефрактометра соленость у нас должна быть не выше 35 ниже 30 в данный момент у нас есть три аквариума последний мы вместе с вами засаливали три или четыре дня назад этому аквариуму полторы недели этому уже больше четырех недель здесь соленость уже ниже нормы так как 95 процентов личинок уже стали кривитятами и соленость должна быть в районе 25-15 здесь от 30 до 35 здесь также от 30 до 35 пользоваться в принципе все должны знать у кого из морских аквариум у кого нет покажу набираем в пипетку в шприц или куда удобно воду промыв заранее что там не осталось соленой или пресной воды из предыдущих банок и капаем одну капельку на стекло стекло должно быть чистым сухим без остатков предыдущего теста закрываем закрыть проще вот так чтобы не осталось пузырьков воздуха и все остальное подносим к свету у меня расположен очень удобно светильничек положили и посмотрели так что мы проверили естественно проверим все аквариумы все тщательно протираем чтобы ничего не осталось все было чистенько берем пипетку и проверяем в другом аквариуме промываем ее чтобы ничего не осталось что оно как nell'кару и не обрели схемы в другом аквариуме камерам вот так вот и в другом аквариуме замерзлайн-правильном аквариуме масло в другом аквариуме держать на уровне 30 грамм на литр будем выравнивать сейчас соленость так здесь у нас должно быть 15-25 я туда не глядя сейчас добавлю 300 миллилитров очень удобно ухо промывали после того как в ухо залетел жук а я всего лишь ходил за кофем здесь у нас воды примерно 4,5 литра 32 грамма на литр снизим до 30 нам понадобится примерно 150-200 миллилитров и в последний в последнюю баночку мы взрывем 100 миллилитров воды для этого у нас есть шланги не туда это мы поставим сюда держать мы ничего не будем капать должно очень медленно для того чтобы соленость несколько нового и чтобы соленая пресная вода не расслаивались поверхности плотность пресной воды ниже естественно она будет держаться верхних слоях так начинаем с этого самое простое тот кто брал взаймы бензин знает как это делается я обычно ставлю одну каплю примерно в 3 секунды 321 322 323 чуть чуть поменьше 321 322 323 324 нормально следующее если у нас осталась вода в шланге то используем в принципе сообщающийся со слов что у нас осталась вода в шлангах вода сошла не стекает и тянет за собой воду из стаканчика ушел и пошла уже вода из стакана и пошла уже вода из стакана 321 322 323 так соленость проверили пресную воду поставили следующее у нас личинки пока не исполнится примерно две недели у них есть такая особенность всплывать к поверхности и прилипать к поверхностной пленке сил у них не хватает оторваться от пленки их приходится топить многие предлагают свет убирать вниз наливать больше воды если вы наливаете больше воды следовательно у вас больше расход соли соль не дешевая потому что у меня вот таких вот баночек за два года экспериментов ушло несколько штук ну, грубо говоря на данный момент я израсходовал 22 килограмма соли вот эта баночка 20 килограмм и личинки у нас периодически всплывают к поверхности кто-то их топит сеточкой вот такого типа ну, типа дуршлачок маленький вот кто-то ничего с этим не делает мне их жалко я их топлю чтобы они могли жить дальше я это делал пипеткой потому что к сетке они зараза прилипают и потом высыхают на ней же просто капелька за капелькой самое главное попасть попал в личинку звучит конечно не очень здорово не к обеду будет сказано попал утонула и вот каждый день перед работой после работы прихожу и топлю только проходит недели две примерно две с половиной после того как я их поместил в соленую воду они почему-то перестают всплывать к поверхности и прилипать к поверхностной пленке так проверили личинок утопили сейчас мы посмотрим так сказать концентрацию тетраселмиса был бы микроскоп получше я бы конечно показал покачественнее материал что есть то есть капелька покровное стекло положили и ловим фокус готово тогда ну вот эти процедуры делаются примерно 2 раза в день ну а кормежка раз в 2 дня происходит кормлю я либо мотылем ну подкормка мотылем, спирулиной а так они едят то что есть иногда бывает такое что я их кормлю раз в неделю забываю или нет времени после работы потому что весь свет работает по таймеру пришел, таймер сработал уже все выключилось, включает, беспокоит неохота но они сами найдут себе пропитание вот эта вот спирулина это не совсем хлопья это когда собирают водоросли в промышленных масштабах их собирают специальные фильтры сушат, а потом просто с фильтра это все сбрасывается, раскалывается в таком виде попадает уже непосредственно к потребителю можно купить как порошок но порошок он нам не нужен а вот такие вот хлопушки маленьким креветкам самое оно каждый возьмет по кусочку и съест с большими же креветками так дело не пойдет есть спирулина спирулина еще раз показывают никакая не реклама вот такая вот спирулина в таблеточках по составу у нас здесь написано что по составу если мне память не изменяет в районе 99% это спирулина а все остальное это всякие бейки которые не дают таблетки располагтись вот так как у меня здесь креветок много а белка в одной таблетке тоже очень много чтобы они не дрались из одной таблеточки мы делаем вот так колем таблеточку бакалезами если ее чем-то размет типа ложкой или пестиком то есть они это не смогут это будет как порошок очень много отходов и очень сильно вода будет портиться а так каждый возьмет себе по кусочкам и уйдет в свой угол спокойно употреблять ешь один и в темноте будешь сильный и здоровый и так же мы их еще сегодня покормим творогом простоквашина двухпроцентный пятипроцентный им больше нравится но он за раз больше быстрее воды портит сейчас они могут не обратить внимание на этот творог потому что у них есть спирулина но в итоге они его все равно съедят с удовольствием после того как поедят творог очень здорово начинают линять можно сказать синхронно творог кстати едят абсолютно все и креветки и рыбки все его с удовольствием на сегодня на этом все скоро будет третья часть видео в котором мы будем переводить креветок из соленой воды в пресную если какие-то личинки не успеют против метаморфоз мы их отловим и посадим просто в баночку там они спокойно превратятся в креветочек и отправятся в новый дом все всем спасибо до свидания и